Привет, друзья! С вами Зверько, и это будет гайд на Альфу. Итак, как перестать и начать побеждать? Я перепробовал множество сборок. Альфа — это весьма гибкий персонаж. Мне нравится его отфил с навыков и замедления. От этого и будем плясать. Доп-заклинание — ослабление, поскольку оно позволит чаще попадать нашей пассивкой — бетой. Идеальный перк в эмблемах — это ветка бойца. Сороковой уровень — колечащий удар, который увеличивает замедление от навыков. Если ветка не развита, берите эмблемы лесника на отфарм. Пройдемся по навыкам. Пассивка. Вызов беты. После каждого навыка Альфа вызывает поддержку беты. Три навыка, три разных действия беты, но которые повторяют зону поражения Альфы. Однако, с некоторой задержкой, к которой надо привыкнуть. Каждое попадание беты накладывает метку. Второй урон по метке отправляет бету наносить последовательный урон по противнику. Важно, что после навыков бета наносит физический урон, а после двух меток — чистый, который игнорирует броню. Первый навык — сильный взмах. Альфа делает взмах копьем по прямой линии. Кроме урона, взмах замедляет противника на 70%, длительностью в 2 секунды. Собственно, либо добиваем навыком, либо замедляем перед основной атакой, но надо кидать на упреждение. Второй навык — поворотный импульс. Альфа делает горизонтальный удар копьем, опять же немного замедляя противника, чуть увеличивая скорость своей атаки и исцеляя себя навыком. Это основной навык замеса. Быстрый, мощный, исцеляет. Ульта, которая имбовала при вводе. Альфа проносится под землей, где может игнорировать препятствия, подбрасывает и оглушает противника. А бета устраивает обстрел в заданной точке. Грозное оружие — середины файта. И можно применять для бегства, поскольку КД достаточно быстрое. Тактика диктует сборки, поэтому начнем с нее. Альфа слишком худ для полноценного фронтмена, но радиус его навыков составляют проблему противнику. Наша задача — все время надоедать врагу в игре на лайнах, ультовать в того, кто подошел под выстрел башни. И стараться развести противника на две метки, чтобы заставить его телепортнуться, позволяя нам легче фармить. Идти на середину не стоит. Есть персонажи, более нуждающиеся в этом. Выбираем боковые линии. Во время массового файта при наличии танка самое приятное — влететь ультой, когда танк уже собрал весь контроль, поскольку если это не так, то мы можем отхватить. После ульты сразу прожимаем навыки, стараясь зацепить как можно больше противников. Благо, даже без топора второй навык добавляет нам живучести. Что очень приятно, Альфа очень быстро фармит лес, поскольку теперь его пассивка полноценно работает на лесных крипах. Пользуйтесь ослаблением по КД, это позволит бете чаще попадать по противнику. Настало время сбора. Их будет две. На мой взгляд, играбельные в равной степени. Первое — на ослабление противника. Топор кровожадности. Увеличит КД и позволит хилиться со всех способностей, в том числе пассивной атаки беты. Сапоги воина чуть добавят брони. Клинок семи морей. Поскольку все наши атаки обладают уроном по площади, да еще постепенная пассивка беты — это весьма удобный предмет. Кроме того, добавляет 300 хп. Если хотите подробностей о клинке семи морей, можете посмотреть видео на канале. Бесконечная битва. Подходит каждому, чей бой тесно завязан на применение способностей и последующей атакой. Коса коррозии. Редкий айтем. Кстати, мне лично напоминает боевой топор по внешнему виду, но не важно. Коса добавит живучести, скорости атаки. Есть у нее две пассивки. Базовые атаки могут снижать скорость бега и атаки противника, что нам весьма полезно. И вторая пассивка. Наш урон с базовой атаки немного увеличивает нашу силу. Клинок отчаяния сделает наши атаки смертельными. С этим билдом альфа показывает хорошие результаты по урону. Второй билд склонен в сторону выживаемости. Топор кровожадности. Сапоги спокойствия для увеличения лечения. Бесконечная битва. Крылья королевы апокалипсиса дадут кд и выживаемость в критических ситуациях. Золотой кистень, как даже его переименуют, отлично дополнит крылья. И клинок отчаяния. С этим билдом уже можно чуть танковать, если у противника немного контроля. Я не смог выбрать преобладающий билд, каждый неплох по-своему. Пишите в комментарии, согласны ли вы, а если не согласны, так хоть почему. Подписывайтесь, ставьте лапки под видео и всем пока!